Ученица шестого класса школы номер четыре Саши Блиновой. Нужно ещё немного подождать, пока исполнится её не совсем обычное желание. Я очень хотела состоять в мобильном отряде, который собирает мусор по городу, но там принимаюсь 14 лет, и вот сейчас я жду своего дня рождения. Рассказать ребятам, как можно помочь в сохранении окружающей среды уже сейчас, решили работники предприятия «Эренпурнефтегаз». Они провели для школьников тематический урок в рамках Всероссийского экологического проекта «Зелёная весна». На понятных примерах ребятам объяснили, что охрана природы начинается с простых решений – не мусорить и убирать за собой. Внести свою лепту в сохранение окружающей среды оказалось несложно. Ребята не только знают, что могут сделать сами, но и дают советы взрослым. Не разжигать кастри, убирать мусор за собой, участвовать в субботниках и не разбрасывать его нигде. А как думаешь, что взрослые люди должны сделать для того, чтобы сохранить природу для будущих поколений? Сажать деревья, утилизировать пластик и долго разлагающиеся вещи, батарейки. И взрослые к советам прислушиваются. Мы стараемся убирать мусор в лесу, даже не на наших лицензионных участках. Стараемся, участвуем всегда в городских субботниках, проводим свои субботники. Кроме того, РН «Пурнефтегаз» реализует проект по сбору использованных батареек для последующей утилизации и участвует в озеленении городских улиц. А ребятам «Пурнефтегазовцы» предложили озеленить свои подоконники и балконы. Провели мастер-класс по выращиванию микрозелени. Мы рассказали, как можно в домашних условиях вырастить микрозелень. Очень полезная, очень… ну на севере, мне кажется, это очень актуально. Грунта у нас мало, 8 месяцев зима, но огород на окне может быть круглый год. И очень-очень быстро. Дети восприняли идею с энтузиазмом. Нам подарили вот такие вот горшочки с семенами. Я очень люблю что-то выращивать, и моя мама тоже. Оказалось, что микрозелень – это не только интересно, но и вкусно. Здесь я взял микс, а здесь я не знаю, что именно. Ну тоже что-то. Планируешь выращивать микрозелень? Да, планирую. Я оторвал кусочек, у меня попалась вроде бы редиска. Мне понравилось, довольно вкусно. Ребята забрали контейнеры с собой, чтобы выращивать модный суперфуд в домашних условиях. Возможно, забота о маленьком растении научит их быть внимательнее к большому, но хрупкому миру природы. Елена Шестакова, Данила Индюков, Новости Губкинского.